В Екатеринбург с Алтая с победой и шикарной видеокартинкой вернулись 8 участников большой летучей экспедиции «Урал-Алтай-2018», организованной Свердловским отделением ДОСААФ, а в этом году ДОСААФ отмечает 90-летний юбилей, к этому и приурочили, Уральским патриотическим обществом и областной ассоциацией пилотов и собственников сверхлегких воздушных судов. Председатель последний Вадим Витчанин выступил в роли руководителя экспедиции. О чем значится вообще речь? Есть такие летающие приспособы, как паралеты и парамоторы, которые поднимают купол параплана в небо за счет силовой моторной установки системы вентилятор. Ну только паралет он с телегой для пилота, а парамотор это один в один Карлс. Винт крепится на спину летуна, ибо это установка ранцевого типа. Так вот, задача экспедиции «Урал-Алтай-2018» заключалась в том, чтобы на одном паралете «Профи-500 Спорт», созданном в Нижнем Тагиле конструкторским бюро «Аэромастер», и одном парамоторе долететь от Екатеринбурга до Алтая, а конкретно до горы Толстуха, у подножия которой дислоцируется кемпинг дельтапланеристов «Бобровая заимка». Понятно, что долететь не за один перелет, ибо расстояние от Екатеринбурга до «Бобровой заимки» 2400 км, а долететь короткими перебежками километров по 30-40 с дозаправками. Понятно, что внизу на уровне почвы за паралетом и парамотором ехала автомобильная команда сопровождения из двух машин, руководил которой Константин Халманских, герой давнего трехсерийного спецпроекта ТАО «Весенний кабриолет», в котором Константин на специально подготовленном желтом уазике по прозвищу «Луноход» проехал подо льдом в затопленном карьере, но это было давно. А в этом году Константин с паралетчиками рванул на Алтай, и его команда сопровождения блистательно справилась с поставленной задачей. Поскольку скорость паралета «Профи-500 Спорт» повыше скорости парамотора, поскольку паралетчики перемещались в воздушном пространстве совсем не рядом, на некоторых 40-километровых перелетах зазор достигал 5 километров. Поэтому и наземной команде приходилось разделяться, и каждая машина сопровождения следила за своим клиентом. Важный итог этого процесса – было отработано командное взаимодействие, что в таких длинных перелетах – одна из важнейших составляющих успеха. Стартовала экспедиция «Урал-Алтай-2018» более месяца назад, 12 августа, с аэродрома Логинова под Екатеринбургом. Далее маршрут пролегал через Курган, Омск, Камень-на-Аби, Барнаул, Бийск, Белокуриху, ну и финиш на Алтайской гире «Толстуха», давно облюбованной парапланиристами. Цель и основная задача проекта – развитие парапланиризма и парапланерного туризма, как в Свердловской области, так и в России в целом. Что важно, в частности для нас, телевизионщиков, участники экспедиции не тупо ломились по маршруту с выпученными глазами, лишь бы поскорее долететь. Нет! Паралетчики кайфовали, осматривали красоты России, а они пересекли, между прочим, 7 регионов. И что важно, все красоты снимали на видео с высоты птичьего помета. Ну что тут скажешь, поистине прав поэт. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. За время перелета Урал-Алтай паралетчики пересекли 5 рек – Табол, Ишим, Иртыш, Обь, Катун – и не просто пересекли, а полетали над ними, красиво поснимали. Понятное дело, что паралетчики не постоянно летели. Из 2400 километров 2200 они пролетели, а остальное-то проехали в машинах в сопровождении. Речь идет о городах, над которыми полеты запрещены, и об очень длинных болотистых участках в Сибири, где невозможно ни взлететь, ни сесть. Если коснуться чисто спортивных итогов этого гигантского перелета, то его участники выполнили 10 летных смен, совершили 85 полетов, суммарно налетали 47 часов, установили 2 рекорда скорости для сверхлегких воздушных судов, установили 1 командный рекорд. Ну и по концовке получили спортивные разряды. 4 участника второй, двое первый, один паралетчик выполнил норматив кандидата в мастера спорта, ну и один подтвердил свой норматив мастера.